На чёрном фоне появляется белая надпись «Гараж» с латинскими буквами «Затемнение». Из темноты появляется белый фон. Чёрными буквами надпись «Курт Швиттерс, Роберт Раушенберг». Часть вторая. Между тем в Англии, в Америке происходит свой поп-арт, который называется «Неодадаизмом», немножко на других основаниях. Такой прекрасный снимок Раушенберга, сделанный Деннисом Хоппером, актёром и кинорежиссёром, который также занимался искусством, и как раз в 60-е годы со всем кругом нью-йоркских поп-артистов он дружил. Вот такой прекрасный. Фотопортрет художника Роберта Раушенберга. На горизонтально ориентированной чёрно-белой фотографии запечатлён Роберт Раушенберг. Он находится в правой части фотографии. Художник изображён по грудь. На фото ему не больше 35 лет. Он высунул язык, на котором убористым почерком написан какой-то текст. У художника аккуратно уложены тёмные волосы. На нём серый пиджак, белая рубашка и серый галстук. Забавная фотография. Раушенберг начинает, собственно говоря, именно в духе того направления, с которым оборолся американский поп-арт, то бишь абстрактного экспрессионизма. Абстрактный экспрессионизм, вы помните, там, Марк Ротко, Поллок, Барнет-Ньюман. То искусство, которое в Америке стало первым настоящим самостоятельным национальным авангардом, и которое уже к 50-60-м годам стало, наверное, тем, потому что замечательное искусство, никто не спорит, но стало тем, что наши нонконформисты в 70-е годы называли «духовкой и нетленкой». Таким невероятно пафосным искусством, которое всем прекрасно, но так серьёзно к себе относится, что невозможно, ему не противопоятно, что так серьёзно воспринимается другими, что это уже академическая традиция. Замечательный американский, знаменитый американский искусствовед Климент Гринберг считал, что авангардная сцена в Америке появилась только в 60-е годы, в 50-е, потому что то, что по всем статьям должно было быть авангардом, стало было академическим искусством. И поп-артисты боролись с абстрактным экспрессионизмом точно так же, как авангардисты начала, конца 19-го, начала 20-го века боролись с академическим искусством, которое было слишком серьёзным, слишком непререкаемым и так далее и тому подобное. Поэтому первое, что делает Раушенберг, который получает... который достаточно поздно начинает заниматься искусством, он вырос в Техасе, в маленьком городе, учился, по-моему, в медицине вначале, из колледжа его выгнали, он там побывал в армии, вернулся и первый раз увидел настоящие картины, когда он был студентом. Блин, там, выставку, где был Гейнсберг, где была какая-то прекрасная классическая живопись. И он на тот момент понял, что живопись – это не картинка, а у живописи есть автор, что кто-то вообще это сделал, что есть художник, который это сделал. Не то, чтобы он не знал, что у картин есть автор, но понимаете, да, этот момент, что есть какие-то картинки, которые ты все время видел, как репродукции, и потом ты видишь, что вот она живая, что это вообще можно сделать такое, такой момент осознания. Он начинает заниматься искусством, едет в Париж, понимает ненадолго, в конце 40-х годов, понимает, что он опоздал на 50 лет, в Париже все уже давно кончилось, возвращается в Америку, и поступает в Black Mountain College, это знаменитое американское учебное заведение, в котором преподавал, в частности, выходец из баухауза немецкого Йозеф Альберс, это место, которое было таким передаточным звеном между европейским авангардом и новым авангардом послевоенным американским. И первое, что он начинает делать, он начинает, естественно, в рамках абстрактного экспрессионизма, потому что ничего больше не было, первое, что он делает, это такой вызов абстрактному экспрессионизму, он делает монохромы. То есть это живопись, это картина, это абстракция, но как бы и не живопись. Вот такие абсолютно белые картины, которые в какой-то смысле издевательства над абстракцией. Там была наполненная живопись, цветовые поля, наполненные бесконечной духовной энергетикой, как уродка. А здесь просто ничего, просто пустота. Идея довольно общая для того времени, что-то похожее чуть раньше, чуть позже, в зависимости от источников. А Франция делает Эв Кляйн, которого тоже абстракционисты, которые в послевоенной Франции были тем самым модернизмом, который пытался задушить фашизм, и теперь оно, соответственно, обретает статус мученичества, и становится тем более непререкаемым. Тоже он выставляет просто листы цветной бумаги, и тоже ему говорят, что это какая-то абстракция, то бы хоть пятно там поставил бы их, а то это же издевательство над абстракцией. Точно то же самое делает Раушенберг, который делает вот эти белые картины, которые уже не совсем картины. Потом он делает черные картины, которые слишком материальные, чтобы быть картиной, чтобы быть живопись. Если это такой мощный коллаж, то где же место для духовности, где же место для вот этих вот сакральных цветовых полей, которым занимается абстрактный экспрессионист, и делает вот такой коллаж золотой. Работа Роберта Раушенберга, 1952 год. На квадратном холсте в белой раме приклеена золотая фольга. Она покрывает всё пространство холста. А в некоторых местах фольга положена в несколько слоёв. Кое-где она порвана, отклеена или пузырится, за счёт чего на поверхности холста создана богатая текстура, чем-то напоминающая груду сухих листьев или хлопья, облупившейся краски на стене. Через некоторое время точно такие же будут действительно делать и в Кляйн во Франции. Три цвета. Такой абсолютно не живопись. Уже в интервью 70-х годов он говорит, что, конечно, абстрактный экспрессионизм ему очень много дал в смысле техники, но для того, чтобы быть настоящим абстрактным экспрессионистом, нужно иметь очень много времени, чтобы заниматься самоедством и жалеть себя. А у него Раушенберга не было. Ему было жалко времени на то, чтобы заниматься самоедством и жалеть себя, поэтому он стал заниматься чем-то другим. То есть разрушать вот это всё невероятное напряжение абстрактного экспрессионизма. В 1953 году он делает, например, такие простейшие скульптуры, ящики. Скульптурная группа Роберта Раушенберга, 1953 год. На белом фоне стоят тёмно-коричневый деревянный ящик и белый, почти прозрачный куб. Ящик расположен слева. Он представляет собой деревянный куб из старых досок с открытой крышкой. Крышка прислонена к левой грани ящика. Куб выполнен из прозрачной светлой ткани или плёнки, натянутой на ребра куба. Лет через 13 это станет минимализмом, который будет делать Дональд Жад. Но в 1953 году это как-то никак не прозвучало, и Раушенберг не стал развиваться в этом направлении. Выставку, на которой он это показал, как бы осмеяли. Ну и, в общем, идея была хорошая. То есть вернуть простейшей абстракции к бытовым выражениям этой простейшей формы. И в 1953 году он делает абстракции, абстрактный экспрессионизм, там была живопись действия. И вот он делает картину действия, он делает белый свиток со следом автомобильной шины, проехавшего по этому свитку автомобиля. Работа Роберта Раушенберга «Отпечаток автомобильной шины», 1953 год. На длинном и узком горизонтально ориентированном листе пожелтевшей бумаги расположен след автомобильной шины. След тянется слева направо, посередине листа. Вот действие, вот мазок, вот жест, вот движение. Причём как бы за рулём этой самой машины, которая оставила свой след, сидел Джон Кейдж, с которым замечательный композитор, автор идеи пустоты как художественного элемента, знаменитая пьеса 4.33, которая состоит из 4 минут 33 секунд, молчания, во время которых звуком становится, тишины, во время которых звуком становится любой случайно прозвучавший во время исполнения звук. Точно так же белые холсты Раушенберга мыслились, как зеркала. Это та пустая белизна, то зеркало, тот экран, который готов принять любой образ из повседневной жизни, из той самой обыденности, от которой так открещивался герметичный, замкнутый на себя абстрактный экспрессионизм. Соответственно, вот первое, что приняла эта белизна, это жест проехавшего автомобиля, потому что, собственно говоря, из его друзей только у Кейджа была машина, и только он согласился поучаствовать в этом эксперименте. И вот такая вот странная нашлась в интернете подборка рифм, где вот этот след автомобильной шины Раушенберга срифмован с тем, как выглядит роман Жека Керуака на дороге, который был написан в виде свитка, бесконечно разворачивающаяся дорога, и с работой итальянского концептуалиста Пьера Монзони линия такой-то длины, которая тоже была в свитке. Но с Кероком, мне кажется, все-таки такая точнее рифма и занятнее вообще ближе по времени. И следующее, как бы, не менее концептуальное произведение, не менее бунтарское, которое делает Раушенберг, это стертый рисунок де Кунинга. Де Кунинг – это один из самых знаменитых в то время абстрактных экспрессионистов, который не совсем уж не такой уж абстрактный, потому что создавал он рисунки с изображением женщин, такие очень экспрессивно нарисованные, действительно вполне себе живопись действия, знаменитый, признанный, успешный, благодушный, с которым Раушенберг был знаком, они дружили. И он, по-моему, там преподавал, во всем случае бывал в этом самом Black Mountain College, действие уже происходит в Нью-Йорке, правда. И Раушенберг долго думал, что в качестве живописи действия, что может быть стирание действия, что произведение может быть стертое произведение, им очень хотелось сделать вот это стирание как жест. И сначала он пробовал это делать со своими рисунками, но понимал, что что-то не работает. Я рисую черту потом, я ее стираю, а смысл какой? Чтобы это имело смысл, нужно стереть что-то действительно значимое. Значит, надо взять рисунок, про который будет понятно, даже когда он будет стер, что это было произведение искусства. И он решает выпросить этот рисунок у Де Кунинга. Приходит к нему в гости с бутылкой виски, объясняет ему замысел и просит какой-нибудь рисунок. Де Кунинг, долго поколебавшись, соглашается ему дать рисунок, но долго-долго-долго его выбирает. Потому что он думает, что вот эти вот мне очень жалко, а вот эти там... И в конце концов выбирает рисунок. Это не тот рисунок, который дал ему Де Кунинг, потому что тот, естественно, стерт. Вот просто примерно как могла выглядеть работа, которую ему дал Де Кунинг. Рисунок Де Кунинга. На вертикально ориентированном листе пожелтевшей бумаги выполнено абстрактное изображение. Оно напоминает очертания полной обнажённой женщины. Эти очертания подобны доисторическим каменным скульптурам палеолитических Венер. С крупными тяжёлыми бёдрами и грудью и почти не обозначенными лицами. Рисунок очень угловатый. Изгибы тела гипертрофированы. Изображение окружено множеством чёрных линий, сделанных углём. Линии пересекаются, изгибаются, преломляются. Тени представляют собой чёрные пятна растушёванного угля. Вокруг женщины сделаны мазки белью с голубым и рыжим оттенками. И он говорит, ладно, я тебе дам рисунок, который тебе будет очень сложно стереть. Потому что там и карандаш, и масло, и ручка, и чернила, и тушь, и всё что угодно. И он ему даёт этот рисунок, который Рошенберг стирает. В течение трёх недель он пытается это стереть, используя 15 разных ластиков. И в конце концов стирает до этого состояния, почти стёртого. И дальше музей, в котором находится это произведение, подписанное, стёртое де Кунинг, причём подписано не Рошенбергом, а его другом Джаспером Джонсом. Музей делает экспертизу и пытается восстанавливать, что же было нарисовано. Вот там что-то даже восстанавливается, что действительно честно был рисунок де Кунинга, который был восстановлен. Опять-таки, это не история про то, что де Кунинг такой плохой художник, что его работу надо уничтожить. Это не жест коноклазма, это не жест вандализма. Это история про то, что, во-первых, стирание — это такое же действие, как рисование, а во-вторых, чтобы оставить вот этот белый лист, который, наконец, может отразить внешний мир. И как сам Рошенберг в одном из интервью Гойт, вообще-то это была просто поэзия. После чего он начинает действительно заниматься, возвращается к цвету, начинает делать красные картины после белых, черных монохромов, которые все более и более наполняются различными фактурами, и он начинает делать коллажи, начинает делать такой свой вариант мерца и начинает делать произведение, которое он сам называет «combine painting», то есть картина, которая уже не картина, а которая настолько обросла разной фактурой, что уже стало трехмерно и стало вот такими вот инсталляциями, объектами, ассамбляжами, содержащими все возможные элементы. Вот кусок витража, которым дописано, который продолжается в картине. Тоже вот там всякие зонтики старые, обрывки, обломки, вот этот самый мусор. Только это действительно в данный момент это очень похоже на Швиттерс, и Рошенберг признавал влияние Швиттерса, и это абсолютно сознательное. Но у Швиттерса была история про мусор, который связан с этим рухнувшим, исчезнувшим миром, состоянием катастрофы. У Рошенберга, наоборот, мусор – это повседневность, которую пора включить в искусство. Это та жизнь, которая кругом кипит, которая оставалась за рамками искусства, которая сейчас туда рухнула, как бы хлынула в это искусство, наполнив его. То есть нет вот этого момента эллигического и катастрофического, который связан с мусором у Швиттерса, наверное. При этом есть достаточно похожие техники, действительно достаточно похожая игра. Очень важный момент, тоже очень важное произведение – «Ребус», 1955 год. Калаш Роберта Раушенберга «Ребус», 1955 год. На склеенных между собой шести листах пожелтевшей бумаги наклеены вырезки из газеты и фотографии. Между ними и поверх них сделаны мазки краски белого, жёлтого, красного и чёрного цветов. Листы вместе составляют горизонтально ориентированный прямоугольник. Через центр прямоугольника слева направо проходит очень узкая горизонтальная полоса. Она состоит из вертикальных прямоугольников различных пастельных цветов. Полоса напоминает палитру. Сверху, прямо над полосой, наклеены чёрно-белые новостные вырезки и фотографии. Между ними квадратные области и мазки коричневого, жёлтого и красного цветов, а также чёрные полосы. Под горизонтальной полосой в нескольких местах находятся подтёки краски красного и чёрного цветов. Произведение, основой для которого был не холст, а склеенные, покрашенные газеты. Что важно? Во-первых, газеты дают фактуру. Газеты и сам Раушенберг говорят про это произведение, что поскольку у меня не было белого пустого холста, были склеенные газеты, у этого произведения не было начала. Не было момента, когда вот этого патетического момента, когда художник подходит к пустому холсту и делает первый мазок или первую точку, или первое чувство. Вот этот момент созидания мира. Картина уже была. Остаётся только добавлять к ней что-то. Художник не начинает создавать произведение, он всегда продолжает некий процесс. Он всегда включается в некий процесс. И более того, материалы, которые он использует, в данном случае это материалы, это не только краска, но и газета, информация, которая содержится в этой газете, материалы будут создавать этот процесс сами по себе. Художник из творца становится свидетелем этого акта творчества. Вот таким образом меняется представление. Опять-таки это возвышенные роли художника, как творца, который создаёт мир с нуля. Никакого нуля нету. Картина всегда уже начата до тебя, существует сама по себе. Художник может только её продолжать. Судьба выставочная Рошенберга в этот момент складывается не очень удачно. Ему отказывают галереи в выставках. И тогда он делает такой, собственно, комбайн, который является одновременно выставкой, потому что он просит всех своих друзей-художников дать какой-то элемент, который будет участвовать в этом произведении. И то, что там видно за створкой, видите, там такое нечто полосатое, это, собственно говоря, американский флаг Джаспера Джонса. Работа Роберта Раушенберга «Короткий контур», 1955 год. Деревянная конструкция квадратной формы. Она напоминает неглубокий кухонный сервант. В верхней половине конструкции находятся две открывающиеся дверцы. Дверца слева большая квадратной формы, она белая, в центре на ней нарисован маленький чёрный квадрат. Идеально ровный квадрат нарисован поверх множества неаккуратных вертикальных линий красного, синего, зелёного, жёлтого цветов. Они нарисованы вплотную друг к другу и напоминают радугу. Дверца приоткрыта. За дверцей виднеется дощечка, раскрашенная в цвета американского флага. Верхняя часть правой половины шкафа закрыта серой прямоугольной дверцей меньшего размера. За правой дверцей висит разноцветная картина, напоминающая детский рисунок. Изображены три человека в поле с зелёной травой. Под правой дверцей на тёмно-красном фоне белым цветом написано слово «открыто» на английском языке и сделано множество белых мазков под словом. Нижняя половина конструкции закрыта прямоугольным листом фанеры. На ней также расположены различные рисунки, фотографии и небольшие картины. Маленький американский флаг, который Джаспер Джонс сделал реплику одного из самых знаменитых своих произведений, чтобы включить его в этот самый комбайн-пейнтинг, такую картину-выставку его друга Раушенберга. Лет через десять после того, как это произведение было создано, флаг Джаспера Джонса из него украли. И Раушенберг нашёл замечательный способ, как его заменить. Он заменил его работы американской художницы Эллиэйн Стортованд, которая специализировалась на том, что делала точные реплики произведений всех знаменитых художников-мужчин, в том числе американский флаг Джаспера Джонса. Соответственно, в какой-то момент флаг был заменён не репликой Джаспера Джонса, а оригинальным произведением искусства, которое выглядит точь-в-точь так же. Это такой очень остроумный ход. И самые разные вариации на эту тему вот таких этих комбайн-пейнтинг, которые включают в себе все возможные элементы, тоже собраны из мусора. Раушенберг рассказывал, что в поисках вдохновения он выходил из дома, обходил квартал, и искал всё, что валяется на улицах. Если не хватало на одно произведение, он обходил ещё один квартал. И вот когда у него набиралось такие произведения, он возвращался и делал вот этот самый комбайн-пейнтинг. Кровать — одна из самых знаменитых его работ, которая кровать самого, это его подушка, там постельное бельё, то есть такая действительно картина, собранная из совершенно бытовых предметов, но при этом которые насильно превращаются в картину. Работа Роберта Раушенберга «Кровать» в 1955 год. На белой стене висит чёрная вертикально ориентированная рама, внутри которой натянута одеяло, а сверху закреплена подушка. Высота работы около двух метров. Постельное бельё белого цвета. Оно испачкано масляной краской настолько, что стало твёрдым. Подушка снизу почти чёрная, на ней коричневые, зелёные и синие подтёки. Простыня и одеяло покрыты разводами коричневого, жёлтого, синего и оранжевого цветов. Пятна цвета образуют на поверхности работы своего рода камуфляж. При беглом взгляде на работу кажется, что это холст с яркой абстрактной композицией. И лишь чуть позже зритель начинает разбирать отдельные предметы. Да, это кровать, это постель, но это постель, повешенная на стеге, горизонтально, и постель, которая покрыта таким количеством краски, что она действительно превращается в вполне себе абстрактный экспрессионизм, в вполне себе живопись. Там всякие чучела животных. Вот одна из самых знаменитых его комбайн-пейнтинг, монограмма, которая лучше всего видна именно с этой точки, потому что видно, что это картина, там абстрактная, но которая уже настолько стала объемной, что из нее уже выросла эта самая замечательная чучела ангорской козы, которую Раушенберг нашел в каком-то секонд-хенде. Работа Роберта Раушенберга «Монограмма. 1955-1959 годы». Произведение представляет собой лежащий на полу квадратный коллаж со стороной длиной 2 метра. На коллаже сверху стоит чучело козла, поясанного черной автомобильной покрышкой. У козла длинный изгибающийся вверх рога и длинная прямая темно-коричневая шерсть. Морда козла испачкана краской белого, синего, красного и желтого цветов. Обод покрышки покрашен белой краской. Квадратный коллаж под копытами козла темного цвета. Он покрыт изображениями букв и неровных прямоугольников коричневого, белого и голубого цветов. Он зашел в секонд-хенд, а там среди прочего барахла стояла вот эта замечательная чучела козы, которую он купил. У него не хватало на него денег. Он сказал, что он вернется, когда там наберет. Когда он вернулся в секонд-хенд, был закрыт. Но при этом это произведение очень знаменитое. Там живет в музеях. Его привозили в Москву на выставку Раушенберга, которая была одной из первых выставок западных вообще у нас в ЦДХ году в 90-м, по-моему. И вот это такое действительно прорастание, про то, как картина прорастает жизнью со страшной силой. И вот у него были разные чучела в других произведениях. Вот тоже замечательная история про начало и конец произведения. Это две диптих, фактум-1 и фактум-2. Картины, которые на первый взгляд кажутся одинаковыми, но которые принципиально разные по технике, по цветам, по манере исполнения. Они обе сделаны, каждый раз сделаны по-другому. И как, то есть это история про то, что в произведении, которое нам кажется набором случайных элементов, на самом деле нету ничего случайного, потому что все можно повторить и все можно сделать по-другому. Более того, ни одна из этих картин не была написана первой и второй. Два коллажа Роберта Раушенберга «Фактум-1» и «Фактум-2», 1957 год. Перед нами два вертикально ориентированных коллажа. Сюжеты коллажа одинаковые, немного отличаются формы изображённых предметов и оттенки цветов. В правом нижнем углу красная печатная буква «Т». Слева от неё пожелтевшая прямоугольная вырезка из газеты с двумя одинаковыми изображениями одного и того же здания. Слева и сверху от неё приклеен календарь. Над календарём в центре коллажа сделан красный мазок с подтёками. Справа от календаря над красной буквой «Т» приклеена вертикально ориентированная вырезка с изображением двух высоких деревьев на фоне голубого неба и водоёма. Над вырезкой, жёлтой краской, нарисован силуэт птицы. Птица сидит на коричневой ветке боком к зрителю и клювом влево. Над птицей приклеен разворот книги с пожелтевшими листами. Он писал их одновременно. Тут нету одна картина пишется сначала, вторая делается как её копия. Это две разные картины, которые выглядят одинаково, и ни одна из которых не была написана одна после другой. Они писались одновременно. То есть это действительно такой ребус, который предлагает Раушенберг вниманию зрителей. Ну, вот самые, опять-таки, разные варианты, как разрастается картина в объект, как она разрастается в пространство, как она разрастается в инсталляцию, и так далее и тому подобное. И, может быть, самое интересное, что в какой-то момент это настолько стало пространством, что это настолько стало местом действия. В 50-е годы Раушенберг, который общался с Кейджем, общался с партнёром, с автором Кейджа композита, хореографом Мерсом Каннингамом, начинает создавать декорации, и его инсталляция может оказаться местом действия для постановки Мерсом Каннингам, как это происходит. Инсталляция Роберта Раушенберга «Мелочи», 1954 год. На сцене на фоне синей стены запечатлена инсталляция из двух плоскостей, представляющих собой натянутые на вертикальные опоры ткань. Одна плоскость представляет собой большой горизонтально ориентированный прямоугольник, длиной около двух метров и высотой около полутора. Правая часть прямоугольника затянута одним куском ткани, покрытым крупными, экспрессивными мазками красного, чёрного и золотистого цветов. Левая часть сшита из разноцветных прямоугольных кусков тканей голубого, жёлтого, розового и красного цветов. Прямоугольная плоскость поднята над полом. Слева и справа она стоит на двух железных опорах. В центре её поддерживает резная деревянная ножка. Вторая плоскость стоит параллельно первой, на расстоянии около метра перед ней. Она расположена чуть левее центра первой плоскости. Передняя плоскость примерно в три раза уже. Она разделена горизонтальными линиями на прямоугольники и квадраты, расписанные разными цветами или сделанные из разных материалов. Судя по всему, один из фрагментов сделан из светло-голубой прозрачной плёнки. Слева от инсталляции стоит группа танцоров в обтягивающих костюмах разных цветов. Вот с этой работой он работает со мной, постоянно работает с Каннингомом, ездит с ним, участвует, делает декорации, костюмы. Потом он будет в 90-е годы, в 80-е годы работать с такой же знаменитой балетной труппой Триши Браун, но работать уже немножко на других основаниях, потому что он делает не инсталляцией, а делает свет и проекции. Раушенберг — это ещё один из художников, которая, ну, вот такая ранняя фотография замечательная, конца 40-х годов, ещё в Black Mountain College вот такой замечательный костюм Кентавреса, который Раушенберг придумал для одной из какой-то вечеринки в этом самом колледже, который его интерес к сценическим действиям уже показывает. И в 63-м году он сам пробует себя не как хореографа, а как создатель перформансов. В компании Мерс и Каннингам он делает, например, такую постановку «Пеликан», танец на роликовых коньках, причём он сам там выступает и хореографом, и танцором. И потом это произведение, эти фотографии становятся объектом, да, становятся предметом для его коллажей. В 66-м году он делает очень странную постановку «Линолеум», это один из первых хэппинингов, один из первых перформансов. И сейчас мы фрагменты этих постановок посмотрим. Чёрно-белое изображение. На сцене девушка и двое мужчин. Мужчины на роликах. К спине каждого прикреплён круг, напоминающий выпрямленный зонт диаметром 2,5 метра. Мужчины кружатся вокруг девушки, постепенно вовлекая её в движение. Из-за конструкции у них на спинах, половину времени девушку не видно. Когда же между ними образуется просвет, девушка оказывается уже в другой позе. Один из мужчин опускает девушку и выходит из кадра. Девушку кружит второй танцор. Постепенно она опускается ниже и садится на пол по-турецки. Затемнение. На сцене резное деревянное кресло. На нём, подперев голову рукой, сидит девушка в белом платье на тонких прительках. Перед ней на полу на коленях сидит человек. На сцену выходит мужчина в белом костюме с белой деревянной дугой в руках. Высота дуги 1,5 метра. Её длина 2 метра. Мужчина двигает дугу по полу и устанавливает её в центре сцены. Мужчина в белом перемещается на коленях возле дуги, расставляя около её концов белые объёмные треугольники. Поднимается на ноги. Три видео наложены друг на друга. На первом стоит дуга на сцене, на втором девушка в кресле, на третьем вокруг персонажей кругами бегает легкоатлет. Девушка в кресле. Перед ней по сцене движется длинная металлическая конструкция, похожая на клетку. В центре конструкции сидят курицы. Конструкция движется благодаря лежащему на животе внутри неё человеку, передвигающемуся, отталкиваясь руками. Человек лежит в самом начале клетки, поэтому вся конструкция напоминает гигантскую гусеницу или змею. Тоже, наверное, этому становимся. Такое зрелище, которое абсолютно переосмысляет сценическое действие, театральное действие, где уже нет актёров и действующих лиц, а есть некие предметы и тела, движущиеся в пространстве, существующие в этом пространстве. Можно сказать, что это такая движущаяся инсталляция. И легко предположить, что тот тип сценического действия, который придумывает в этот момент, в том числе Раушенберг, предвосхищает тот театр, который годы через 3-4-5 после этого начнёт делать такой ныне прославленный американский режиссёр Роберт Уилсон. Это очень близкий сценический язык. Собственно, Раушенберга тогда занимает не только, как и шведерст, как и дадаист, это тоже абсолютно интердисциплинарный человек. Ему интересует, как вы видите, всё, в том числе перформанс, танец и так далее. И он в 60-е годы оказывается одним из пионеров искусства новых технологий. И даже учреждает общество сотрудничество художников и инженеров развития научной, сайентистской, подход к искусству. Первые опыты хай-тека. И создаёт такую постановку перформанс open score. Очень сложно технически придумано. Тогда действительно была такая инженерная революция, придумать эту постановку. Что это было? Мы потом посмотрим тоже фрагменты видеозаписи, но надо объяснить, не совсем очевидно, что это. Это теннисный матч, который происходит на стадионе. Стадион погружён в темноту. Играют теннисисты в темноте. Участвуют в этом матче художник Фрэнк Стелла и профессиональная теннисистка, знаменитая в то время. Их ракетки озвучены. Каждый из ударов к ним подключены какие-то, не знаю, как технически, микрофоны. И уровень звука от ударов мяча по ракетке регулирует уровень освещения. Зал подсвечивается или погружается в темноту в зависимости от хода матча. Видеть их можно только на экране. Сами зрители сидят в темноте. Они знают, что это происходит, но видят они могут только то, что происходит на экране. То есть это очень сложное зрелище, в которое вовлечено огромное количество каких-то технических изобретений. Действительно изобретений, потому что надо же придумать, как это сделать. Ничего похожего никто не делал. В которое вовлечено, где присутствие при чем-то, и зрелища чего-то разведены, и в котором участвуют и зрители, и сами перформеры, и спортсмены в данном случае, для которых это тоже удивительный, видимо, экспириенс. И еще неизвестно, для кого он был более странным, там, для профессиональной спортсменки или для художника-любителя, который умел играть в теннис. И сам спортивный поединок осмысливается абсолютно по-другому. Через звук, например. Никто же никогда не слушает спортивный матч, а тут оказывается, что теннис может быть вот такой скидер-скор, что это еще, но и партитура. Теннисный корт практически полностью погружен в темноту. Вокруг находятся зрители. Каждый удар игроков по мячу сопровождается звуком. Субтитры создавал DimaTorzok Эксперименты в области инженерного искусства, не ограничившиеся этим перформансом. Еще была знаменитая инсталляция Oracle, которую Раушенберг делал в сотрудничестве с тем же инженером Белли Кловером, с которым они делали Open Score. Это инсталляция, где все эти элементы должны двигаться и реагируют они на присутствие зрителя. Вот такая вот инсталляция, это плексиклазовая стена, которая зажигается и становятся видны эти стулья и то, что там эти изображения на ней. В зависимости от того, насколько громко зрители обращаются к ней с этим произведением, надо говорить, хлопать в ладоши, кричать, чтобы оно реагировало на твое присутствие. То есть это действительно первые-первые-первые опыты интерактивного искусства, интерактивной инсталляции, продолжающие то, что придумывал Эли Сицкий со Швиттерсом, но уже на другом, так сказать, технологическом витке. Инсталляция Роберта Раушенберга. На горизонтально ориентированной фотографии запечатлена витрина из оргстекла, стоящая вдоль стены выставочного пространства. Витрина около 2,5 метров в высоту и 10 метров в длину. Задняя стенка витрина и зеркальная. На внутренней стороне передней стенки витрины нанесены реалистичные изображения стульев в натуральный размер. Стулья повёрнуты во все стороны и расположены хаотично вдоль всей поверхности стены. Витрина подсвечивается жёлтым светом и кажется, что стулья застыли в прозрачной желтоватой смоле. Дуже замечательное произведение муза грязи, муза болота, которая работает как звуковая инсталляция. Это такое болото, которое издаёт замечательный звук, который тоже можно, как и звук тенниса, можно прислушиваться и послушать эту грязь, если... Сейчас мы тоже послушаем немножко грязи. Белый зал. Почти всё пространство занимает прямоугольная стеклянная ёмкость. В ёмкости находится бежевая грязь, на поверхности которой постоянно образуются пузыри и с шумом лопаются. Вот такое вполне медитативное произведение. То есть это огромный период самых разных экспериментов, которыми занимается в этот момент Раушенберг. И в 60-е же годы он находит технику, которая для него станет потом постоянной. Он начинает работать в технике шелкографии. Техника, которую он заимствует у Энди Орхола, но начинает использовать по-другому. То есть смысл в том, что любое изображение откуда угодно может быть перенесено на холст. И по-разному деформировано. Это та же самая, то есть уже поп-артная работа, это та же самая работа с мусором. Тот же самый калаш, которым занимался Швейтерс, где могут быть тоже классические произведения, где может быть все что угодно. Но мусор, который Раушенберг, который говорит, я не понимаю людей, которые выбрасывают газеты в газеты, это же самое интересное. Поэтому там всегда найдется какая-нибудь информация, которая вынесет вам мозг. И поэтому я буду делать газеты, которые продаются за несколько тысяч долларов. Потому что тогда эту газету никто не выбросит. И в этот момент те фрагменты, с которыми работает Раушенберг, это абсолютно другая идея фрагмента, чем у дадаистов и чем у Швейтерса, потому что это не мусор, это информация. Калаш Роберта Раушенберга «Обратная сила», 1964 год. В центре вертикально ориентированного калажа расположен прямоугольник с фотопортретом 35-го президента США Джона Кеннеди. Портрет синего цвета. На фотографии Кеннеди около 40 лет. На фото он говорит и жестикулирует. Рот приоткрыт, указательный палец правой руки направлен вперёд. Он одет в чёрный костюм и белую рубашку. Галстук раскрашен зелёным цветом. Слева от портрета Кеннеди расположен коричневый прямоугольник с фотоизображением прозрачных пузырьков. Над ними в левом верхнем углу калажа изображение человека в скафандре на чёрном фоне. За его спиной раскрывается парашют. Над головой Кеннеди находятся серо-жёлтые разводы краски. Справа от Кеннеди в нижнем правом углу расположен вертикально ориентированный прямоугольник красного цвета с неровными вертикальными белыми полосами. Поверх него виден жёлтый след от дна чашки. Над красным прямоугольником расположен зелёный квадрат с еле различимым изображением. Это не материя, это не предмет, это некие информационные потоки, которые нас окружают. И тот калаш, который появляется у Раушенберга, в отличие от... Это калаш из потоков информации. Поэтому знаменитое произведение, которое он создаёт, информация, которая уходит в прошлое, которая становится памятью. Ретроактив, естественно, это создаётся после убийства Кеннеди. Что оказывается, что эта техника информационного коллажа оказывается тем, что может запечатлеть время, что может запечатлеть историю, которая движется слишком быстро и состоит из слишком большого количества картинок, чтобы писать традиционные летописи. Поэтому всё, что он делает, это может быть автобиография, которая выглядит, как тот же самый шелкографический калаш. Калаш и вот этот микс информационных потоков оказывается единственным способом передать дух времени. Раушенберга становится дико знаменитым художником. В 1964 году он участвует в Венецианской биеннале и получает гран-при за «Золотого льва» за живопись, что оказывается таким официальным международным признанием американского поп-арта как главного художного направления в 1960-х годах. Соответственно, он вполне признан и у себя на родине, и в Америке, и в 1969 году его НАСА приглашает на мыс Канаверал присутствовать при запуске космической ракеты, посмотреть всё, что он хочет посмотреть на мысе Канаверал. И он создаёт серию, опять-таки, шелкографий «Стонет Мун», окаменевшая Луна по своим этим впечатлениям от посещения НАСА. В 1970 году он создаёт такую совершенно иконическую вещь. Знаки, знаки времени, такая сумма всех 60-х годов. Кеннеди, космос, Вьетнам, Дженнис Джоплин на Вудстоке, всё, что было в это время. И вообще, при этом, та работа с коллажей из информации, которую он делает, тоже не сводится, но это такая немножко постерная вещь совсем. Но при этом она может быть многомерной, замечательной композицией, которую Раушенберг создаёт, это когда эти шелкографические коллажи, так же, как и комбайны, его в какой-то момент становится из плоскости, становится пространством. Инсталляция Роберта Раушенберга, «Тени», 1964 год. Инсталляция представляет собой две металлические рамы, между которыми закреплены друг за другом семь квадратных стёкл. Стёкла, установленные перпендикулярно рамам. Длина сторон квадратов и рам равна 35 см. К шестому фрагменту, находящемуся внутри конструкции, подведён источник света. На все стёкла нанесены чёрные, похожие на негативы, фотоизображения городских ландшафтов, стадиона, фрагментов техники и механизмов. Изображения подсвечены. Они просвечивают друг через друга, превращаясь в хаос из линий, пятен и деталей. Вот такие вот многомерные тени. Пространство, образы, в котором ты можешь ходить. Огромная циклопическая инсталляция, которая называется потоки, вот этот поток информационный, состоящий только из шелкографических, вот этих чёрно-белых огромных газет, которые ты не можешь читать, но ты можешь оказываться в этом потоке информации, в котором можно плавать, плескаться и как-то существовать. Конечно, шелкография остается самой узнаваемой его техникой, но при этом он много чем ещё занимается. Вот такие картонные коробки, картонные птицы, огромная инсталляция из картона, тоже вполне себе тадаистские, мусорные, швиттерсовские. Инсталляция Роберта Раушенберга. К белой стене гвоздями прибиты неровные обрывки картонной коробки. Обрывки желтоватого цвета, плоские. На левый обрывок наклеен кусок картона с цифрой 0 синего цвета и синей стрелкой, находящейся справа от нуля и указывающей вверх. Под этим куском картона наклеен обрывок желтоватой бумаги с чёрной круглой печатью. На обрывке справа сделана надпись чёрного цвета на английском языке «Хрупкая». Под надписью «Чёрным цветом» напечатаны контуры прямоугольников и чёрная стрелка, указывающая влево. С замечательным перевёртышем то, что оказывается упаковка и оказывается предметом. Это не скрывает что-то, а уже является этим предметом. И там такие занятные формы, такие самолётно-летательно-аппаратные, космические корабли. Тоже самые разные варианты, как образы складываются в пространство, в среду обитания, собственно, как и сейчас, как именно с тех годов, можно сказать, что современный человек живёт в информационных потоках информации, какие-то картинки движущиеся, являются нашей средой обитания, с чем и работает Раушенберг, переключаясь время от времени, возвращаясь к предметам, к объектам. Вот он делает такую серию из омажей Дюшану. Инсталляция Роберта Раушенберга 1985 года и инсталляция Марселя Дюшана «Колесо от велосипеда». Две вертикально ориентированные фотографии. На фотографии слева запечатлена инсталляция Раушенберга. Она представляет собой три одинаковых велосипедных колеса, поставленных друг на друга. На полу стоит оранжевая велосипедная вилка. В вилке закреплено нижнее колесо с чёрной покрышкой. Колёса крепятся друг к другу за счёт того, что с каждой стороны косям прикреплены голубые и оранжевые металлические трубки, сваренные между собой и вытянутые двумя параллельными линиями вверх. Высота конструкции около двух метров. К оси центрального колеса присоединена деревянная рукоятка. На фотографии справа инсталляция Дюшана. На белом постаменте в форме куба стоит белый деревянный табурет с резными ножками и круглым сидением. В центре сидения закреплена чёрная велосипедная вилка с чёрным велосипедным колесом без покрышки. И возвращение к этому самому шин, дороге, которая его, видимо, завораживала, начиная с момента, когда Кейдж оставил впечаток колеса на 1953 году на этом полотне. Потом была эта шина, которую он надел почему-то на чучело козы. Появляется вот такой вот клоунский велосипед, как омаж Дюшану. Появляются вот такие, почти в духе тенгли, с которым Раушенберг был знаком, избытки, излишки, такие странные механизмы, которые бессмысленные, которые он делает в 80-е годы. Инсталляция Роберта Раушенберга. На полу из белого кафеля стоит скульптура. Она представляет собой невысокий прямоугольный постамент из ржавого металла. На его верхней плоскости в углах с левой стороны проделаны два круглых отверстия. С другой стороны на постаменте стоит ржавый металлический бак в форме цилиндра. Перед баком, между баком и отверстиями стоит белое металлическое кресло. Подлокотники, ножки и сетчатое сидение кресла погнуты, словно кресло пришло в движение. Кресло стоит только на двух задних ножках. Висящие в воздухе передние ножки находятся прямо над отверстиями в постаменте. Еще один омаж Дюшану, рота рельефом Дюшана, который тоже, опять-таки, информация, газетные полосы, которые так быстро мелькают перед нашими глазами, что мы не успеваем их прочесть, складываясь, видимо, тут ньютоновский белый диск в результате. Вот такая вот стеклянная автомобильная шина, хрупкая, драгоценная, которую он делает. Все-таки я сначала думал, что в Венеции нет, все-таки в Нью-Йорке, в Броклине, это стекольная фабрика, ему это замечательно отлила. Городская скульптура для Берлина, тоже вполне с тюшановскими этими велосипедами, этим движением постоянным. И в 80-е годы Раушенберг учреждает собственный фонд, который называется Рокки, Раушенберг Oversea Cultural Exchange. Он делает это межконтинентальный культурный обмен, в рамках которого он посещает самые в то время политически неоднозначные страны. Он побывал в Китае, причем он побывал там еще в 82-м году, до того, как он учреждает эту организацию. Он посещает Китай, который тогда совсем не был туристическим местом для западного человека. И его принципы коллажа и шелкографии оказываются еще способом интеграции всех других культур. он находит там какую-то единственную фабрику, которая делает бумагу по традиционным китайским рецептам и делает вот такую китайщину. Тоже в 80-е годы такой вариант ремикса, когда все можно включить, соединить вместе через такой визуальный ремикс. И поэтому для его идеи обмена, культурного обмена, идеи, техника коллажа и шелкографии, которую он придумывает, была вполне удачной. В рамках этого проекта он посещает, помимо Китая, в 85-м году Равшенберг открываются выставки в Пекине в 85-м году и в Лхасе, в Тибете. Он был в Чили, в Японии, на Кубе, которая тогда с Америкой была в очень сложных отношениях. И одной из стран, которую он посещает, оказывается Советский Союз, где он посещает Самарканд делает вот такие вот замечательные коллажи с самаркандскими шелками. Более того, он оказывается, как я напоминаю, что в 91-м, по-моему, году была огромная ретроспектива Равшенберга в ЦДХ, когда только-только вообще сюда что-то стало приезжать с этим чучелом Козы, со всеми его работами, которые, конечно, это совершенно сногсшибательная японская из этой же серии работа, которая абсолютно перевернула сознание публики. Я думаю, что она перевернула еще в большей степени сознание китайской публики, потому что считается, что не приедет туда Равшенберг в 85-м году не было бы никакого прекрасного современного китайского искусства, например. И еще одним удивительным результатом этих культурного обмена было то, что в 94-м году Равшенберг выставлялся в павильоне Советского Союза на Венецианской Биеннале, потому что, когда он побывал в России, он познакомился с молодыми русскими художниками, то есть выставку его в ЦДХ делал Таир Салахов, а Айдан Салахова, дочь Таира Салахова, делала галеристка, которая первая, кто начал здесь заниматься современным искусством, делала этот самый павильон. В Венеции, потому что было непонятно, кто его должен делать, она уговорила Равшенберга в нем выставиться. И таким образом он представлял Советский Союз в рамках этого замечательного международного обмена и абсолютной неважности стран, границ и государств, которые он представлял, представлял в том числе через вот эти придуманную им технику соединения и смешения всех возможных изображений информационных потоков, такого их, микширования в одном полотне. Ну, спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ В Музее современного искусства Гараж существуют различные программы для людей с инвалидностью. Более подробную информацию можно узнать на сайте garajmca.org